Каравай мира испекли сегодня в Волгоградской области. Зерно для него прислали почти со всех уголков России, а также 25 стран Европы, Азии, Америки и Австралии. Символично, что первый сноп пшеницы для него был жат в июле в Лавлинском районе, на Ниве, которую когда-то возделывал участник Сталинградской битвы, герой соцтруда Александр Архит. А в День народного единства на том же поле в русской печи испекли каравай – символ мира и единения. Сегодня 4-й день, это день народного единства. Праздник. Красное число в календаре. И вот везде, по всей стране праздник этот отмечается. Здесь у нас выловили вот сегодня, 4 ноября, вот такое мероприятие. Мы в этот день печем каравай мира. Шквал звонков в соцсетях пишет, не оканчивайте акцию, мы не успеваем. Вот сегодня мы услышали, что Япония успела, 25-я страна, передать нам зерно. Калининград вчера передал. Еще на таможне у нас еще одно зерно лежит. И не то, чтобы это Россия просит, это весь мир верит нам, россиянам, верит нашему президенту, что мы действительно можем сохранить мир. Мы постараемся еще больше охватить стран, больше крестьян наших, крестьян всего мира. Полград – это Сталинград, это патриотизм. И вначале у нас была идея просто собрать зерно со всех полей нашей необъятной родины и выпечь каравай родины. Так получилось, что сперва нам прислали зерно с Украины, потом откликнулось из зарубежных стран Польши. И так, и сегодня, как вы видите, 25-я страна, сегодня это пришла Япония. Вторые тонны мы уже зерна засеяли, это где-то 10 гектар, это, так сказать, поле мира. Еще где-то уже под 2 тонны собирается зерна. Опять же, кто присылает колосок, кто присылает 5 зерн, а кто привозит просто мешками. Крестьяне – это не только труженики, это те, кто могут еще сохранить мир. Это символ, да. И вот сегодня это никакие… Видите же, хлеб, он же вне партии, вне конфессии, вне… Все. И люди же верят волгоградцам, что они могут пропагандировать этот мир и удержать на своем примере. Уже в будущем году организаторы «Коровая мира» планируют накормить своим хлебом и участников чемпионата мира по футболу, которые приедут в Волгоград. Урожай, выросший из семян, присланных со всего света, планируют собрать в июле 2018 года. В этот праздник на краю поля, расположенного недалеко от московской трассы, собрались гости из Волгограда, Ростова, Воронежа, Краснодара, Красноярска и множество других городов нашей страны. Приехали сюда и зарубежные делегации. В Волгограде мы находимся по приглашению главы города Андрея Гасалапова для участия в Международном форуме общественной дипломатии, который проходил в Волгограде 31 октября и 1 ноября. Там мы узнали, приняли участие в акции помола зерна для караваи мира, узнали, что сам каравай будет испекаться сегодня. И пользуясь случаем, мы приехали сюда принять в этом участие, в этом мероприятии. Нам очень нравится, это очень гостеприимная атмосфера, хорошая организация данного мероприятия. И такого рода мероприятия служат углублению, улучшению взаимопонимания между народами, как можно больше на таких мероприятиях проводить. А наша задача будет заключаться в том, чтобы о такого рода мероприятиях рассказывать Германию, чтобы о них там также стало известно. Мне очень здесь нравится, я вижу, как от чистого сердца, с большой радостью приветствую здесь гостей, особенно нас из Германии. Я как раз должен отметить, что для нас это тоже важно понимать, именно после всего того, что здесь произошло между нашими странами, какую боль мы причинили, что нас на таком уровне принимают, с такой добротой, с таким гостеприимством. Это, конечно, тоже до глубины души задевает нас в положительном смысле слова. В первую очередь идет речь не о том, что это символично, а речь идет о том, что это именно чисто человеческие отношения, чисто сердечные отношения, чисто гостеприимные отношения, именно отношения человека к человеку. Еще летом несколько колосьев с Иловлинской Нивы были возложены к братской могиле на Мамаевом кургане, а сегодня на главную высоту России вознесли уже готовый каравай. Воронеж за то, чтобы наш экологический каравай был спечен из чистого зерна, выращенного на наших современных чистых землях с чистыми технологиями, и чтобы он был самый вкусный в мире. После этого каравай отдай Всевышний мир этому миру и всей нашей стране. Начало этому символу мира и единства было положено благодаря усилиям простых людей, наших земляков, которых поддержали Общероссийский народный фронт, Фонд мира и многие другие общественные и благотворительные организации, как в нашей стране, так и далеко за ее пределами.